Народный интерес Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передачи «Народный интерес» ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Сегодня мы по вашим просьбам вновь пригласили к нам в студию писателя, геолога, путешественника Георгия Алексеевича Сидорова. Добрый день, Георгий Алексеевич! Здравствуйте! Знаю, что опять вы уезжаете на родину и сегодня улетаете, да? Да, сегодня. Ну вот последний день, пока в Москве. Добрый день, Георгий Алексеевич! Вас тревожит совершенно другое. Самое главное – это воспитание нового поколения наших детей, потому что дети на самом деле неадекватные становятся. Вот происходят невероятные вещи. Вот здесь недавно в Москве ребёнок убил учителя, застрелил. То есть это происходит у нас повсеместно. Вот это зло, которое сейчас культивируется в сердцах детей, это самое страшное, потому что будущее мы не будем иметь, если у нас появится такое поколение, которое будет ненавидеть всё вокруг. Как вы думаете, корни этого? Только не надо говорить, что виноваты родители. Почему? Потому что родители всегда такие же жертвы, ситуации, обстоятельства и так далее. И не надо говорить «государство». Как же мне говорить, с одной стороны не надо, и с другой стороны не надо. Тут дело-то в том, что, на мой взгляд, родители, прежде чем родить ребёнка, надо, чтобы они хоть представление имели, какая гигантская ответственность перед ними ложится. Ведь воспитать нового ребёнка, гражданина, вот не только для себя ведь надо воспитывать, а для будущего нашего общества. То есть дети, это ведь мы же им эстафету передаём, они будут потом управлять нашей землёй, нашим отечеством. То есть это должна быть достойная смена. И родитель должен так воспитать ребёнка, чтобы он любил свою землю, любил свою культуру, любил свой народ, любил всё, что его окружает. Ведь прежде всего ребёнка надо воспитывать именно в поле любви, а не в поле ненависти. А у нас получается очень часто, что родители рождают детей для того, чтобы просто поиграть с ними. Они вот видят в них игрушку, а когда ребёнок начинает проявлять характер, потом возникает отчуждение к собственному ребёнку, и этот ребёнок потом воспитывается на улице, и получается из неё, бог знает. Но на улице это ещё полбеды, ведь страшно влияние... На улице не воспитывается сейчас. Это раньше было, выходили дети во двор и играли. Это сейчас до двух лет. Вот представить в Москве, что люди, что дети вышли на улицу и во дворе играют. Вот такое, знаете, 9-10 лет, просто невозможно. Нет, нет, дети сейчас, они общаются вовсю, и общаются так, что я тут даже не хочу говорить, как они общаются, потому что влияние, огромное влияние идёт со стороны средств массовой информации, или я называю это массовой дезинформацией. Тут телевидение, это игры компьютерные, это порнофильмы, которые дети смотрят с детства, и потом они встречаются между собой, они общаются, они... То есть они с детства становятся уже такими маленькими старичками, и наполненные злобой, ненавистью и непониманием окружающего. Они живут в мире, очень часто живут в мире иллюзорном, и эта иллюзорность вот эта вот, она навевается средствами массовой информации, а передаётся из, так сказать, от одного человека к другому, именно при встречах в школе, на улице, где-то в каких-то тусовках. И это вот поле, поле вот этого злобы и ненависти потом обрушивается на окружающих. То есть ненависть заразна. Да, дело в том, что не только ненависть, ещё и лень заразна. Ведь дело-то в чём, что когда ребёнок воспитывается в этом поле, он постепенно, вот эти качества переходят на генетический уровень. Вот и в городе, где мало ребёнок занят какой-то работой, кроме вот своими какими-то делами, он отвыкает от созидательного труда, и это переходит на генетический план, а не представляет, что такое любовь. Он без любви ребёнок воспитан, это страшный ребёнок. Поэтому, а сейчас так всё сделано, что именно вот отчуждение, от настоящего главного чувства, которое ведёт человека по жизни до конца. То есть вот этот момент очень серьёзный. Какое это чувство? Чувство любви. Это главное чувство, это главная сила, главная опора человека в этой жизни. Когда встречаешь ребёнка, он говорит, я это не люблю, это не люблю, это не люблю. Он всё ничего не любит. Спрашивает, что ты любишь-то? А он сам не знает, он не знает, что сказать. Он может сказать какие-то там удовольствия, какие-то там, вплоть до того, что... Ну, пирожное люблю. Да, да. Мороженое. Или ещё скажут, заниматься там сексом со своей подружкой. Это может сказать 12-летний ребёнок современный, и всё. Больше ничего. Ведь дело в чём, что у нас... Может, мы обобщаемся с вами, вам не кажется, что так приклеиваем ярлыки? Да нет, Мария. Ведь разные, и дети разные. Дети абсолютно, да, дети разные. Есть такие, которых ничем нельзя сломать. Есть дети, которые продолжают хранить традицию семьи, традицию любви. Их немало, эти дети есть. Но мы говорим о беде, которая начинает захлёстывать страну. Вот даже посмотрите, что происходит в Штатах. Мы же копируем Штаты всё время. Мы смотрим туда, на Запад, ведь нас заставляют это делать. А там что? Там война идёт. Там война детей против преподавателей, против собственных родителей. Ведь эту войну-то запустили. И то же самое пытаются у нас сделать. У нас это пытаются сделать. А для этого что? Ведь для этого всего-то на всё надо было отнять педагогов, убрать педагогов. У нас заменили педагогов просто предметниками-преподавателями. У нас масса предметников, которые хорошо могут вести свои предметы, но нет педагогов, которые бы строили души детям. А ведь главное построение души – дать детям те ценности, с которыми дети будут жить в течение всей своей жизни. Главная ценность – ценность любви. Ценность любви к своей культуре, к своему народу, к своей земле, к своим окружающим друзьям, народам, которые живут у нас здесь в Сибири. И на Дальнем Востоке, например, и в Центральной России. То есть у нас масса этносов, которые маленькие, их надо тоже к ним хорошо относиться. И они должны относиться к нашему этносу, к большому русскому, который государство образующий. А ведь получается сейчас запустилась даже межэтническая война. Она ведь идёт именно отсюда. Вот от детей пошло это всё. Ведь молодое поколение вошло в эту беду. Молодое поколение. Старики-то нормальные, а вот молодое поколение именно этим занимается. Вот даже посмотреть Тува, Якутия у нас там в Сибири, например, посмотреть там Хакасия. Старики все как люди, которые воспитались в советское время. Молодёжь вся разложилась. Ну, не вся, конечно, я не говорю, что вся, но процентов на 50, а то и на 60. Вот такие дела. Что вы вкладываете в это слово «разложилось»? Ну как, вот это вот ненависть, например, ко всему русскому. Вот это вот уже воспиталось… Это вот в этих малых народах. Да, в малых народах. Это хорошо, конечно, подписывается финансово. Очень неплохо когда-то работали радиостанции такие, как «Свободная Европа», «Освобождение» там была. Она называлась когда-то, а потом стала называться так. То есть, у нас это началось ещё со времён перестройки. И вот сейчас это потихоньку-потихоньку вот раскрутилось уже эти люди, дети уже взрослыми стали, и они уже преподаватели, они уже сейчас воспитывают новое поколение в этом же ключе, в этом же поле. Вы с чего начали? Вы говорили, что родители должны сами воспитывать у детей любовь к родине и так далее, и так далее. Так вот, как родитель может воспитать любовь к родине, если у самого у него нет этой любви? Те люди, о которых вы говорите. Ну, видите как, получилось здесь, во-первых, я не хочу рассказывать, вот вчера был фильм, кстати, очень интересно, это надо было многим посмотреть, «Биохимия предательства». Вот там как раз эти вот подробности, я тут не хочу о них вспоминать, но там как раз показано, как это началось. Началось с мощного влияния Запада на психику наших поколений. И то поколение, о котором я вот сейчас говорю, это поколение шестидесятников, оно тогда уже дало трещину, тогда уже начались эти вот разборки, межэтнические разборки. Потом они пошли на более глубокий уровень. И в настоящее время вот мы имеем то, что имеем. То есть сейчас вот даже вот в Якутии было время, когда идёшь по якутам, говорят на якутском, ты подходишь, они переходят на русский язык. Сейчас они уже так не делают, они будут говорить на якутском. Вот, посмотрите, что получилось у нас с Прибалтикой. Прибалтика фактически умирает сейчас. Именно вот по этой причине. Сейчас одна четверть прибалтийцев переезжает, переехала в Европу, три четверти осталось. Сейчас, если запустят там рынок земли, просто Прибалтику скупает, и Прибалтика перестаёт существовать. Они получили то, что хотели. Но это же пошло из-за чего? Из-за неправильного понимания реальности. Ведь любой прибалтийец, он владел одной шестой суши, то есть он был хозяином на огромной гигантской территории, он был гражданином полноценным, они считали нас оккупантами. Это же глупость, эта глупость была вбита. То есть не было настоящих педагогов, которые могли дать вот правильное понимание того, что происходит в том же Советском Союзе. Кто они? Ведь получилось, что педагоги, западные педагоги, они пропагандисты переломили ситуацию в Советском Союзе. И получили мы сейчас беду, настоящую беду. Вот на Украине все то же самое происходит на Украине, та же беда. Вот в чем дело. Вот смотрите, у любого организма для того, чтобы не заболеть какой-то болезнью, должен быть иммунитет. Переболел. Допустим, на тебя было нацелено вот это оружие, оно выстрелено, ты получил инъекцию. Да, это неправильно. Переболел, и дальше выздоравливаешь и понимаешь, что эти ошибки, этот недуг надо преодолевать. У нас что, не было иммунитета? У нас этого иммунитета... Или? У нас его... Или мы уже сломлены окончательно. Нет, нет, мы не сломлены, конечно. У нас этого иммунитета тогда не было, потому что его просто убрали. Как они это сделали? Они очень просто сделали. Статус педагога был опущен дальше некуда. Да перестаньте, я работала учителем. Я работала учителем сразу после первого моего образования, пединститут. Я получала больше, чем мои родители, работающие на заводах, уважаемые люди, занимающие хорошие такие уже должности. Я получала больше. Да дело не в деньгах. Я же не о деньгах говорю. Почему деньгами-то мы меряем? Дело-то не в деньгах. Ну, это эквивалент какой-то. В статусе, что педагог, вот взять того же Макаренко, например, да вот был мощным педагогом. Он правильно воспитывал детей. Он собрал беспризорников, из них сделал общину. Община воспитывала, сама община автоматически воспитывала массу подростков и беспризорников. И что мы имеем от Макаренко? Вот сейчас статистика, что говорит? Ни один ученик Макаренко, кто прошёл его воспитание, не был предателем. Ни одного такого не нашлось. Вот пример его работы. А у нас таких Макаренко где? Их по пальцам пересчитать можно, но у нас их просто не стало. Самого Макаренко считается, что его просто убрали. Он мешал кому-то, его убрали. И получается, что сейчас у нас масса хороших предметников, но нет тех, кто бы по-настоящему любил. И что такое педагог? Это тот человек, который по-настоящему любит ребёнка, детей. Каждому ребёнку нужно относиться по-особому. То есть, надо видеть в нём человека с детства и относиться ко взрослому. То есть, надо бы иметь душу, огромную душу, чтобы быть педагогом. И вот эти люди, они бесценны для нашего общества. Они просто бесценны. Если таких людей сейчас найти, поставить их во главе наших детских садов, прежде всего, надо с ясли начать, ясли, потом с сады, там формируются души. Когда маленькие дети, тогда можно сформировать настоящего гражданина. Маленький ребёнок уже маленький, но он же любит свою родину, любит родителей, любит свою землю, он любит свои сказки, любит свои песни. Он наполнен вот этой огромной любовью. Он уже патриот. Он приходит в школу, он там развивает свои качества. И там нужно подхватывать. Опять же, педагоги подхватывают этих детей. Предметник – это здорово. Но только тогда предмет хорошо дети учат, когда они любят преподавателя, вот того, который является педагогом, который даёт этот предмет. Когда дети любят своего учителя любимого, они волей-неволей начинают хорошо учиться, потому что им хочется отличиться перед ним. Они стремятся вот на контакт идти. Они отдают себя полностью. Только педагог может быть настоящим хорошим предметником. Вот о чём речь. Вот я боюсь, что мы с вами сейчас напоминаем двух старичков, сидящих на заваленке, и ругающих молодёжь. Вот мне бы не хотелось это делать. Давайте будем говорить, что плохо, да, плохо. Что мы можем изменить? Что хорошо? Потому что не бывает так, что всё можно одной краской. Вот всё чёрное. Не бывает такого. Я не говорю, что всё чёрное. Я вот только сейчас сказал, только сейчас сказал, что... Ну, вы Макаренко. Ну, давайте, это Макаренко какой год? Дети у нас есть такие, которых ничем нельзя сломать. Да, есть такие дети. И масса таких детей. Я с такими встречаюсь. Я вот в УЗИ работал, у меня таких было... Ну, половина уж точно было. Но это наша могучая, мощная генетика нашего народа, которая ничем не сокрушимая. Ну, это половина. Да, половина у нас прекрасных детей. Но вторая – это половина у нас в беде. И вот сейчас... То есть, давайте сразу ограничим. Значит, мы говорим о тех, кто в беде. Да. А так как не бывает так, что организм болен наполовину. Да? Ну, так бывает. Почему не бывает? Ну, как не бывает? Вот смотрите, если у тебя левая рука болит, то, знаете, у тебя температура. Да? Или там, я не знаю, что у тебя одна половина головы болит. Тебе всё равно больно, тебе всё равно плохо. Ну, вот об этом я и говорю. Я об этом и говорю. И вот сейчас пришло время, когда мы должны пересмотреть отношения к педагогу, к статусу педагога, поднять педагогов, помочь, найти этих людей. Вот, знаете, я работал в последнее время в университете педагогическом. Страшно просто. Вот выйдешь на улицу, стоят эти вот девочки, там человек 200-300 на перемене и стоят, курят. Парней в два раза меньше. Девчонки стоят, курят. Это вот посмотреть на них, что эти дети, которые вот сейчас вот получат от этих вот красавиц, которые уже сейчас опустились до этого уровня. Понимаете? А вот скажите, вот вы писатель, вы инженер человеческих душ, как говорил, кто там это говорил. Так вот, как вы могли повлиять на этих девочек, чтобы они стали лучше? Вот почему вы такой замечательный не смогли на них повлиять? Ну, почему у них и не смог? Я как мог, так и влиял, и были случаи, когда дети начинали просыпаться, и эти вот, и студентки, и студенты тоже. Но это же единицы, я там приложил огромные усилия, пока меня оттуда не попросили, потому что я стал мешать. Ведь ты начинаешь работать вот в плане нравственности, морали, ты начинаешь тут же кому-то мешать, ты начинаешь где-то кому-то наступать на любимые мозоли. Вот это понятно, ведь это же и в школе происходило, и в советское время, кстати, происходило. И постсоветское время. Ну, это, наверное, всегда, везде это происходит. Дело в том, что надо вообще вот заняться сейчас современными нашими, вот на мой взгляд, это мой взгляд, нашими вот педагогическими вузами, и там всерьёз учить не предметам, а психологии детей, и подбирать особых людей, которые не просто пришли убить время, получить высшее образование, от талантливых педагогов, от Бога. И вот их много не надо. Вот в любой школе было бы таких, знаете, вот 5-6 человек, этого достаточно. Вот я сам прошёл школу среднюю в городе Прокопьевске, у нас было, я вот помню, три педагога, вот три, за которыми дети могли пойти в огонь и в воду. Их предметы все знали. Мы шли на предметы, на их, как на праздник, как на праздник шли, мы с радостью бежали. Если даже, когда вот было время, когда морозы сильные, у нас занятия, значит, самое, ну, прекращались. Мы страдали от того, что мы не видели Евгения Михайловича, Лидию Григорьевну там, не видели Екатерину Артамоновну, но для нас это была трагедия, что мы их просто не видели, этих людей там по неделе бывало. Так вот, если бы такие преподаватели были все в школе, ну, хотя бы, ну, не пять, а десять, пятнадцать, представьте, какая будет школа, какие там будут дети. Откуда они возьмутся? Это очень серьёзный вопрос. Нужно, я ещё раз повторяю, подбирать людей. Кому нужно? Вот нужно, надо, кому? Это, очевидно, надо начинать с Министерства нашего образования, отсюда, чтобы Министерство образования обратило внимание на свои кадры. Вот, кто учится в вузах, и подбирать, специально проводить какие-то тесты, чтобы подбирать в школе, в школу, и даже в вузах, в вузах тоже нужны педагоги, и в вузах тоже, потому что это, ну, и в вузах учатся тоже дети, тоже дети, им тоже нужна определённая дорога, по которой бы они прошли, вот этот вуз. Так вот, здесь нужен отбор и смотреть на талант человека, на его способность любить. Вот по любви надо отбирать. Если человек безразличен, ему дети – это пустое место, он просто приходит, лишь бы деньги заработать и уйти, его просто надо гнать поганой метлой школы. Вот, вспомню фразу, я часто употребляю, вернее так, повторяю, когда бывший министр образования Фурсенко сказал, наша задача – воспитывать грамотного потребителя. Не героя, не творца, не там учёного, а потребителя. Для чего вопрос? Для того, чтобы он покупал западные товары и служил западной цивилизацией своим карманом. То есть, здесь, за то, что он сказал, его надо самого сразу просто выкинуть из министерства, потому что он предатель. Это ваше мнение? Да, это мое мнение, это самый настоящий предатель. И от него нужно сразу избавиться, потому что то, что он говорит, да, понятно, что он по указке Запада, ему за это хорошо платят, это понятно. Ну, опять, вот нас вот сейчас, я представляю, сидит, услышал и говорит, всё, я подаю исковое заявление в суд, вот вы такие вещи. Да пусть подаёт. Пускай посмотрит вчерашний фильм, который показали, там, правда, его не назвали, но то, что он говорит, тут всё ясно. Какие потребители? У нас должны быть патриоты, у нас должны быть люди, любящие свой народ, любящие свою культуру, любящие свою землю. Какие потребители? О чём речь? Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Сегодня наш гость – Георгий Алексеевич Сидоров. Писатель, геолог, путешественник, учитель, ну, много ещё чего, даже судовладелец даже. Да, да не судовладелец, там слегка. Слегка. Лодки-катера там, два катера. А, кстати, так интересно то, что вы собираетесь в такое путешествие, вообще удивительное путешествие. С вами, кроме вас, вот так, дети, подростки будут или нет? Конечно, мои студенты, с которыми я когда-то учился, они у меня были в ВУЗе, они пошли со мной по жизни. Это прекрасные люди, все со мной. Да, и вот сейчас мы приобрели корабль в Петербурге великолепный. Сейчас готовимся к экспедиции путями новгородцев. Старая Ладога будет, маршрут Старая Ладога-Мангазея, пройти по этим берегам, изучить руины, сейды, посмотреть соловки. То есть пройти такую вот экспедицию с этими, с моими детьми, которые уже выросли, которые взрослые, у которых дети уже, понимаете. Интересно, интересно, среди них педагоги есть или нет? Все. Все? Все. Все, любого можно, из моих ребят, с которыми любого сейчас я спокойно ставлю, в любую школу, и он надо ставить директором школы, он заставит других любить детей, или выгонит. То есть это люди, которые умеют по-настоящему любить. Я смог вот то, что мне удалось, я горжусь вот и собой, и своими ребятами. Так, телефон прямого эфира 629-08-73, код Москвы-495. Когда будете звонить, дорогие радиослушатели, называйте свое имя, говорите, откуда вы, и дальше ваш вопрос или вашу реплику. Пожалуйста, мы вас слушаем. Доброе утро, дорогая Татьяна Степановна, Лариса из Москвы беспокоит. Я вот очень рада последним словам гостя, что все-таки делается такая замечательная краеведческая работа, это лучшее воспитание, конечно. Но хочу сказать, что в Москве тоже есть свои возможности. Вот эту тяжелую ситуацию с нашими детьми можно изменить к лучшему. У нас в Москве есть педагогическая академия, которую возглавляет Николай Васильевич Маслова. Я отвезла книги этой академии в школу, и директор сказала, что эти книги по духовно-нравственному воспитанию нужны педагогам как воздух. И добавлю для того еще, чтобы наши ученики не убивали своих учителей, мы все можем вот так вот просто помочь и привезти достойные методические материалы и книги. Понятно, спасибо. Передайте вашему директору большое спасибо, он просто молодчина. Вот такие директоры и нужны России. Ну вот все-таки книги, я знаете, я иногда отношу книги в библиотеку. Они говорят, нет, нам не надо. Это книги изданы до 2003 года. Они новые, они хорошие. Ну и классика там, и все такое. Ну это вы знаете что? Это уже мы не принимаем. Понимаете? А я потом смотрю, я говорю, а сколько у вас в день бывает посетителей? Они так замялись, замялись. Говорят, ну мало сейчас. Понимаете, вот еще что. Отношение к книге. Да, дети перестают читать книги. Они сейчас переориентировались на сети и на телевизионные программы. Ну что делать? Ну не все опять дети. Очень много детей, которые продолжают читать. Вот даже в моей книге, которая вроде бы серьезная, я получаю массу писем от детей, от молодых ребят, примерно возрасту до 25 лет, начиная с 14 примерно. И считаю, что вот некоторые говорят, что, дескать, вот поколение новое она бросает читать книги неправда. Вот убежден, я как писатель убежден. Наоборот, начинает процесс, вот книга начинает опять завоевывать пространство в России. Книгу начинает любить, понимаете, вот процесс этот пошел, его надо просто увидеть, он идет, этот процесс. Именно бумажную книгу, простую бумажную книгу. То есть, ну, главное, чтобы были вот эти точки, ну, может быть, не точки роста, но больше было тех людей, которые читают, думают, действуют. Вот и показывают, что так интересно жить, а не сидеть только у экрана компьютера или, там, не знаю, лежать на диване и плевать в потолок. Мне кажется, наши люди уже насиделись, вдоволь насиделись, и им стало противно до тошноты многим, очень многим. Многие сидят до сих пор, они еще будут сидеть, но очень многим до тошноты. Тут я хочу отметить вот что. У нашего народа удивительная генетика, удивительная природа. Вот все, что в нас не вбрасывает, вот Запад, любую нам идеологию, самую мерзкую, самую отвратительную, мы ее перерабатываем внутри себя и освобождаемся от этого яда. И медленный процесс этот пошел. Вот, знаете, вот ученые, когда биологи удивлялись, вот мухи дрозофилы, бывает ее так, отберут у нее эти гены, используя вот близкородственное скрещение, инбригинг и там всякие химические вещества, что совсем она и слепа, и без ножек, она уже еле-еле ползает. И потом от такой вот мухи рождается полноценное потомство. Опять здоровые, нормальные. Наука это пока объяснить не может. И вот на Западе не могут объяснить, что происходит с нами. И вот что они только не делают с нашим народом, рождается новое поколение, полноценное, здоровое, красивое, сильное, умное. И вот это как раз больше всего бесит Запад. Потому что ничего вот у нас, вот что бы они ни придумывали, на Руси это не приживается. Наш народ несокрушим. И вот этот момент как раз, вот сейчас он уже проявляется, проявляется даже по книгам. Вот на самом деле, вот говорят, не читают. Нет, читают. И еще больше начинают читать. Я это вижу по письмам, которые ко мне приходят. А может быть, знаете почему? Людям все равно, даже если он воспитывается в такой скучной среде, такая, знаете, надо купить это, сегодня купим мультиварку, завтра пароварку, я не знаю что, потом плазму, потом еще что-то, какие-то телевизоры там и так далее, и так далее. Ну, скучно, ну купил, ну купил два телевизора или купил там две машины. Ну, ты же не будешь во всех ездить. А потом хочется дела. И вот то, чем вы занимаетесь, и побуждаете людей узнать. Вот мне кажется, это как раз дело. Я читала ваши произведения, когда особенно вы пишете об этих удивительных находках, они вроде геологические, потом нет, это история, нет, это археология, нет, это вообще надо смотреть. Что это такое? Слушайте, пробуждается желание. Чувство гордости за свою землю. И хочется куда-то бежать, что-то делать. Да. Вот может быть, вы умеете нажать на эту кнопку, которая включает действие. Не просто вот прочитал, ну хорошо, а хочется пойти, хочется пойти с вами в эту экспедицию. Да мне кажется, тут не во мне дело. Ну, не только в вас. В наших людях у нас, я ещё раз повторяю, у нас настолько огромная, вот у русского человека огромная, гигантская душа, что эту душу вырвать, выхолостить, опустошить просто невозможно. Вот на какое-то время у них получается, что-то у них выходит, они там, какое-то время они управляют вроде бы там нашими вот этими душами. Но чуть-чуть, буквально проходит несколько вот лет, год, два, три, и русский народ освобождается от всей этой беды и начинает жить той жизнью, какой он приспособлен. То есть, вот для чего он пришёл на эту землю, вот его предназначение, оно наше предназначение русского народа. Ведь не только русского, собственно, все народы, которые здесь живут, я назвал русским просто обобщающим. Тут все наши татары, наши великолепные союзники, наши украинцы, белорусы. И туристы, о которых вы говорили, что они уже якуты, которые уже говорят по-якутски. Да, но они все, я же не говорю, этот процесс идёт, но этот процесс идёт не на таких скоростях, как бы хотели там на Западе. Я просто говорю о том, что он идёт, и надо как-то бороться с этим процессом именно через воспитание. Да, конечно, через наши ценности, через нравственность. Вот нужно разоблачать всю эту ложь, которая обрушилась на нас, она и сейчас обрушивается. Вот, да, у людей, у которых, так сказать, горизонты, у которых, так сказать, нравственные, не очень широкие, они ломаются. Но ведь далеко не все, далеко не все. И Россия продолжает жить, как она жила. И сейчас вот в настоящее время идёт процесс возрождения подъёма. Это хорошо видно. Где? Где вы видели процесс возрождения подъёма, чтобы о нём рассказать? Да, далеко нечего ходить. Посмотрите, что творится на трибунах. У нас здесь вот идёт сейчас Олимпиада в Сочи. Но там, вот я смотрю на эти трибуны, я вижу Советский Союз. То есть, там Советский Союз, там все наши народы присутствуют, и все в одной команде, все болеют за своих. Это просто вот спасибо президенту и вообще всем, кто это создал. Это же обалденно, прекрасно. Людям надо ощущать гордость за свою страну. Плечо друг друга. И плечо друга. И понимание, что мы единая семья. И тогда мы способны и простить, и понять, что какие-то вещи, которые, в общем, иногда и прощать-то не хочется. Но у нас звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Васильевна из Краснодара. Здравствуйте. Вы знаете, раньше стержнем жизни, ну вот до революции, была смерть. Человек понимал, что он смертен, и придётся давать ответы. Для верующего человека это непременно. И всё, что он сделает, это всё, как говорится, будет на суде Божьем. Теперь стержень жизни жизни, нет веры. Поэтому всё, как говорится, пофигу. И на самом деле, если человек не боится Бога, он ничего не боится. Поэтому наш стержень русский – вера в Бога. И вот это нужно всеми средствами. Это скучно, это неинтересно уже многим. Но это самое главное. Спасибо. Вот сейчас сказала Светлана Васильевна великолепные слова. Только чуть поправить бы. Не просто верить в Бога, а знать Бога. То есть, ведь древние наши предки, они не верили. Они знали, они общались с Творцом напрямую. Через общие законы мироздания, которые когда-то существовали. Они и сейчас эти законы действуют. Так вот, это вернуть нашему народу, но это очень серьёзный вопрос, поэтому на нём останавливаться не будем. Но абсолютно правильные слова. Но вообще, когда говорят, хочешь мира – готовься к войне. Хочешь жить – думай о смерти. Как ты, с чем ты придёшь, да, к концу своему? Что ты оставишь после себя? И ещё Платон в своё время сказал, что венчает жизнь человека его смерть. И то же самое Солон, его предок. Когда он пришёл к Киру, и разговор был о жизни, Кир – это был царь лидийский, он ему тогда сказал, ты хоть и богат, вернее, Крес, не Кира, а Крес. Кир потом проиграл, Крес проиграл войну Киру, персидскому царю, я тут перепутал. Так вот, этому Кресу сказал, значит, что венчает конец жизни жизнь. То есть, вот это главное. Конец жизни венчает? Смерть. Смерть, да, смерть. Ну, и говорят, богат как Крес, а ушёл точно так же. А ушёл нищим, нищим, да, ушёл. У нас звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Вера Михайловна из Москвы. Я бы хотела вот что сказать. Нельзя ли в школу класса с четвёртого ввести такой урок, не знаю, как его назвать, по-моему, раньше это было, чтобы дети проигрывали сценки по определённым темам, отношения к пожилым людям, отношения к своим родителям, отношения друг к другу, и чтобы за этим следил преподаватель и подсказывал им, как это нужно. И это не только формально было бы, что, мол, проиграли там и прочее, а разработать это, и чтобы они въявь друг к другу отношения показали и ко всем остальным людям. Вот, это первое. А второе я бы хотела сказать о курении и обо всех этих вещах. Ведь рекламы страшные делают, а почему бы нам в противовес не делать нормальные рекламы? Вот, например, мамочка с коляской идёт и курит, я уже тысячу раз это видела и говорила, но это бесполезно. А нарисовать такую колясочку на рекламе и написать, мамочка, не убивай своего ребёнка с молоду, или ещё что-либо такого, никак. Такой рекламы я не вижу, которая бы боролась за наше нравственное положение. Вот я что хотела сказать. Спасибо, Вера Михайловна. Знаете, вот то, что вы сказали, это гениальная идея, это вообще хорошая, здорово, мне нравится. Но дело в том, что Россия всегда возрождается со своей периферией, из провинции. У нас сейчас вот в Сибири практически единицы, единицы из молодых людей, кто продолжает употреблять спиртное. Их уже не остаётся, у нас перестали пить. Да ладно? Да-да-да, я говорю правду, я вам правду говорю, у нас очень мало кто пьёт, старики ещё пьют, а вот молодёжь отказывается. Там идёшь по городу, написаны лозунги, пить, курить – это себя убивать. Там расписаны наши города, Новосибирск, Кемерово, Томск. Дома расписаны рекламами, пишет молодёжь об этом. Знаете, что я прочитала недавно такую рекламу, увидела в одном из городов, кстати, Сибири, там русский человек не курит и не пьёт, а кто курит и кто пьёт, тот урод. Тот урод, да-да. Знаете, это не совсем корректно, неполиткорректно, но здорово. Так, извините, но мы, Вере Михайловне, отвечаем, что вот насчёт проигрывания ситуации? Это прекрасно, здорово, только чтобы это неформально было. А кто это может сделать? Только педагог, только настоящий педагог, который заразит детей, который покажет детям, что это здорово, прекрасно, что это поднимает душу человека, что это то, что называется, как молодёжь говорит, круто. Да, круто. Быть хорошим человеком, честным, справедливым, добрым, благородным – это круто. Да, это прекрасно. Ещё звонок у нас, пожалуйста, говорите. Алло, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, я Валентина Алексеевна из Москвы. Вы знаете, вот как мне быть, у меня внук учится на четвёртом курсе в институте, и у него одни хвосты, я спросу, каждая ласточка моя хвосты-то даёшь. А он говорит, вот я уже спросила недавно, вот у него, только я всё спрашиваю, он сдал, сдал, сдал. А сейчас, ну, каждая, ты же учишь ничего, он говорит. А я семь тысяч даю за один хвост этому преподавателю. Как он берёт, берёт, бабушка берёт, и а где же берёшь деньги, мама даёт и папа, а знать ничего не знает. Вот как он будет жить на свете? Угу, понятно. Он говорит, я ничего даже не понял, как я учусь, не знаю ничего. Понятно. А в каком вузе-то, кто он по специальности будет? Ну, электронщик он учит, а сейчас он только смотрит, говорит, поэтому бои какие-то там в электроне-то. Ну, в техниках, какие у вас... Компьютер, компьютер, да. Вот он там гоняет, боит, и всё, я говорю, как же не учишь ничего. Бабушка, я ничего не понимаю, я не знаю, нам так преподавёт плохо, никто нам не объясняет ничего. А за хвосты все мы платим по семь тысяч, вот тебе и склюква. Понятно, понятно, спасибо. Тут беда, тут придётся вашему внуку заново, когда он закончит вуз, браться за книги и заниматься самообразованием, иначе он вообще работать нигде не сможет, буду гнать это всюду в шею. Ну, а здесь кто виноват? Конечно, я вот тут недавно говорил, что должны быть педагоги и в вузах. Я вам скажу на своём примере. Я ходил слушать физику, учащись в ТГУ, я ходил, учащись на ГГФ, я ходил учить слушать физику. Ну, вы что-то ТГУ, КГУ, вы говорите. Томский государственный университет, значит, на географическом факультете. Ну, ходил слушать к химикам, физику и даже к физикам, потому что там читал некий Перкальски, я до сих пор фамилию, он так читал физику, что, знаете, в кино не надо идти, надо просто идти его слушать. Слушайте, у нас был такой же учитель. Я училась в обычной школе, а когда в девятом классе, нас сделали физико-математической школой. И пришёл к нам Элект Ростиславович Львов. Вот всё помню, он собирал великолепную, у него коллекция бабочек была, он такой увлечённый человек. И как он говорил о физике? Все девчонки, которые знать не знали, что такое сопротивление, что такое напряжение, мы все влюбились, влюбились в физику. Да? Потому что был настоящий педагог, он давал так, как надо. Ну, вот, но это же штучный товар такой. Да, но таких людей вот и нужно. Это самые ценные люди в нашем обществе, надо понять, что ценнее педагога нет, они выше министров стоят эти, они же формируют души нашего будущего поколения. Вот что самое главное. Когда мы это поймём, тогда наше общество поднимется сразу. А если он берёт по 7 тысяч за хвост? Да это не педагоги, это простые предметники. А что бы вы советовали сделать? Которые дегнать их в шею, наискать педагогов настоящих, которые любят свои предметы, которые любят детей. Тут любовь вот такая должна быть. Ещё звонок у нас, пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Геннадий Егорыч из Подмосковья. Слушаем вас. Ну, главный террорист в нашей государстве – это СМИ. 20 с лишним лет творят злоплодные и бесплодные дела тьмы. И день, и ночь, и день, и ночь, и день, и ночь, и ночь, и день, и ночь, и день, и день. Творят бесплодные и злоплодные дела тьмы. На три эр. Разврат истины во всех направлениях. Ростовщичество – спекулятивное обогащение во всех направлениях. И реклама пошлейшая, и всё уничтожающая. Надо что-то принимать, какие-то меры же к ним. Уже пришла черта. Вы абсолютно правы. Я с вами полностью согласен. Чтобы выдержать такой напор, это надо иметь очень сильную волю, чтобы и понимать, и особенно ломаются души детей наших, которые ещё не могут отличить добра от зла, и для них это серьёзное очень испытание уже жесточайшее. Но что я могу здесь сказать? Здесь вопрос не ко мне, здесь вопрос к нашему правительству. Прежде всего, к тем, кто стоит за нашим телевидением. Ведь вы же, наверное, знаете, что финансирование всё идёт с Запада. Вот такая беда. Ну, опять же, ну ведь отдали? Отдали, потому что сдали страну. Ведь фактически мы же оккупированная страна, это надо понимать. Сколько можно говорить о России. Пока наш Центральный банк не станет, не получит суверенитет, то есть мы пока не сможем выпускать свою валюту, мы до этого зависим от финансовой удавки Запада. И нам диктует Запад, как нам здесь поступать со своими, детьми. Ну, опять, ведь смотрите, нам, нам, вот кто-то всегда виноват. Ну, закон-то о Центральном банке кто принимал? Ведь не с Марса они спустились, это наши депутаты были, это наша исполнительная власть, которая подготовила этот закон, и они проголосовали. Вы понимаете? Кстати, тут вопрос уже очень серьёзный, я вот так получилось, что случайно оказался свидетелем одного разговора, вот, мне объяснили, что фактически нам полностью Конституцию написали американцы в своё время, а наши только... Ну, это, по-моему, никто и не скрывали. Пять корпораций западных вот сейчас управляет страной. Но не совсем так. Сейчас идёт борьба, идёт восстановление, возрождение, то есть, но пятая колонна пока очень сильна, и только, вот, если верить лекциям Фёдорова, это ни много, ни мало, 20 тысяч только крупных чиновников получают гранты из-за границы. Ну, слушайте, Фёдоров говорит одно, делает другое. Голосует он как раз за те законы, которые нас ввергают всё дальше и дальше в эту пучину. И закон об образовании, и закон о вступлении в ВТО. Вот слова и дела. То есть, говорить можно одно, но как Толстой говорил, не верь словам, не слова имя чужих, а верь делам. Ну, я говорю о том, что он называет, он озвучивает эти вещи. Понятно, что здесь палка о двух концах. Это же так понятно, что все они играют в две игры. Вот так. А у нас звонок, пожалуйста, говорите. Со святым утром. Доброе утро. Это Алексей из Краснодара. Здравствуйте. Вы знаете, у нас всё время, на протяжении уже больше, чем 100 лет, все хотят кто-то быть впереди. За последние 20 лет мы прошли тот период, когда у нас, помните, юристы говорят, сейчас придут у юристы, они напишут правильные законы. Помните юристы? Помню. Пришли юристы, страну разграбили по иваконам, теперь педагоги. Вот, должны быть педагоги. Откуда их взять? Извините, откуда их взять? Если у них в программе или история Советского Союза, я её не ругаю. Это путь России, но они не знают истории. Когда академик недавно сидит у вас на программе и говорит, у меня есть данные по сбору угля в 12-30-м на душу одного шахтёра. И говорит, в 12-м году там 9 тысяч пудов, в 13-м, только в 13-9, в 15-м году, в 8-16-6. А вот бедный академик не знает, что в 15-м году по решению Думы завезли 100 тысяч китайцев, которые потом в 18-м году будут в Красной Армии. А до этого они стали шахтёрами. Вот вам и работники китайские. Вы понимаете, надо знать русскую историю. А самое главное, впереди всегда должен быть Господь. Первая заповедь – возлюби Господа своего всем сердцем, всей душёю и всем телом и всей мыслью. Пока этого не будет в русском народе. Вы знаете, у нас будут Жириновские, другие там и так далее. Правильно? Понятно. Спасибо, Алексей. Господи, Иван. Да, спасибо вам большое. Конечно, то, что вы последнее сказали, абсолютно правильные слова. Я с вами согласен. Вопрос весь упирается в любви, в любовь, в чувство любви. Вот через любовь к Творцу у нас рождается чувство и любви, и к своему народу. Это верные слова. Ещё звонок у нас. Пожалуйста, говорите. Моё почтение, Валерий Аркадьевич Город-Киралёв. Вы знаете, вот всё время, когда вспоминается, что нам всё законно напишут юристы, будет всё это хорошо, ведь эта фишка вот со всей этих годов, она, собственно, всё испортилась. Юристов понабрали безжизненного опыта, и поэтому я как раз вот против того, чтобы юристы умели писать хорошие законы. Ничего они в жизни не понимают. А закон нужно писать мудрые взрослые люди, лет за 60, примерно. Вот сейчас общественную палату делают в регионах, в Московской области. Так вот, та процедура, как её создают, это вообще страшное дело. Вот период порядок назначения, треть губернатор, треть Московская областная дума, и треть создаёт вообще непонятно кто. То есть местного населения в общественной палате в городе не будет практически. Будут какие-то непонятные люди без жизненного опыта. Что это будет? Это ларёк будет, а не палатка, понимаете, какая-то. Поэтому я говорю, не юристы должны писать законы, а старейшины. Спасибо. Понятно. Абсолютно правильно, потому что вообще даже я бы так сказал, что люди, которым под 70 лет, они прошли хорошую школу жизни, а как психиатры и психологи считают, если человек здоровый и нормальный, то после 70 приходит настоящая мудрость. То есть человек погружается именно в мир мудрости, его можно назвать по-настоящему мудрым, понимающим, знающим. И законы после 60 лет должны писать именно образованные, умудрённые, прошедшие мощную жизненную школу люди. И голосовать, сейчас тем более это можно сделать, можно провести голосование всем народом. Вече у нас может возродиться через интернет запросто, как это было когда-то в Великом Новгороде, да во всех наших древних русских городах. Можно ведь голосовать через интернет, набрать 100 тысяч подписей, и тогда этот закон выносится на… На общее голосование, и народ либо принимает, либо нет. Но нужно, чтобы народ разбирался, чтобы его не могли обмануть. Нужно растолковать, как этот закон работает, потому что многим людям просто нет времени заниматься этим. Надо, чтобы здесь было честно, правильно всё рассказано своему народу. Мы же знаем, что только 3% народа, я не люблю слово «население», население от тех, кого привезли и поселили, а 3%, ну это не хорошо, не плохо, это факт, готовы идти, любых граждан, готовы биться за общее благо, готовы, знаете, вот такие пассионарные личности, 3%. Ну что же мы требуем-то от всех вот этого героизма? Не все способны выходить, кричать, отстаивать свои мнения, ну так ведь? Даже скажу больше, вот работал, когда я в знаках этой психологии, то мы разбираем этот вопрос, сколько? Оказывается, 1%, даже не 3%. Ну правильно, потому что жизнь ещё отсекает, 3 рождается. Да, да. Но дело-то в том, что пассионари, они могут показать дорогу. Это стратеги, вот, в какой-то степени тактики, потому что тактики там уже 2% вторых, которые идут, те тактики. Но народ-то должен быть тоже в курсе, что с ним будет в будущем. То есть независимо от того. Он должен тоже решать за себя. Ведь это было же когда-то в Древней Руси, Великий Новгород и Киев, то есть Чернигов, Ярославль и другие города. Там ведь очень долго, пока князя не захватили власть, работало ведь право народа. То есть это было вечевое право, и надо его возродить. За каждый закон должны голосовать люди. То есть это обязательно. То есть, попросту говоря, надо включать инстинкт самосохранения. Конечно, конечно. И продолжение рода. Продолжение рода. Вот самые основные инстинкты, кстати. И опираться на коллективное сознание граждан. Коллективное сознание граждан – это очень большая сила, огромная. У нас звонок. Пожалуйста, говорите. Доброе утро, Татьяна Степановна, Георгий Алексеевич. Доброе утро. Вот хотелось бы оттолкнуться от вашей реплики, Татьяна Степановна, в самом начале, что вот сидим как старички и ругаем молодежь. Значит, на самом деле произошло совершенно обратное. Поколение предательства – это, к сожалению, именно наше поколение. Потому что, вспоминая вот 80-е годы и начало 90-х, именно наше поколение, ну не все поголовные, я не хочу огульно это, но большинство ринулись. Сначала в кооперативы, потом брокеры, там всякие менсендайзеры и так далее. А молодежь появилась как продукт этого. Но, к счастью, вот молодежь, правильно Георгий Алексеевич сказал, особенно в провинции, может быть, в Сибири даже, я там, к сожалению, давно не был, вот, она возрождается. Но единственное что, что вот средства нашего массового оболвания и дебилизации, они очень сильно работают, чтобы выбить инструмент у людей. А инструмент, который есть у человека от природы и от Бога, это умение думать. Не говорить и как-то вот мыслить лозунгами, да, что кто-то придет и нам сделает, Бог, Путин, там еще кто-то, а самим что-то делать. И вот немножко касательно курения алкоголя, поскольку вчерашняя передача была очень интересная. Вы сказали, Татьяна Степановна, что вот в христианских странах больше курят и пьют. Это не я сказала, это ВОЗ сказала. Ну да, да, я не обвиняю вас, я просто хочу уточнить. На самом деле, тут, если в целом так вот поверхностно рассматривают, это действительно так. Но в России есть вот направление такое, да, их называют там раскольниками, старобрядцами. Они на самом деле староверы, вот они не пьют и не курят. И они истинные православные христиане, они придерживаются, делами доказывают. Вот. И по поводу последнего, вот это, Федоровских идей, что там нам все навязали, все это сделали, у каждого человека Бог дал ему право выбора свободного. Исполнять законы, навязанные кем-то или нет. Вот будь то Путин, депутаты, там, правительство, у них всегда есть. Вот я не хочу исполнять, да, там, волю Сердюкова. Я подаю в отставку. Любой генерал бы мог это сделать. Но поскольку это не делают, это соучастие в предательстве. И поэтому с тебя никак нельзя ссымать вины. Спасибо. Спасибо вам большое. Абсолютно правильно. Вот то, что сейчас сказал наш слушатель. Который не представился почему-то. Но вот то, что он говорит, действительно, закон свободы воли. Это один из основных законов мироздания. И когда начинают навязывать нам какие-то такие законы, которые нельзя никак допустить. Просто люди должны, честные люди должны просто прекращать работать в этом направлении. Уходить в отставку, бросать всё. То есть саботаж. Вот неповиновение, гражданское неповиновение. Это мы можем делать. Но мы как рабы и подчиняемся, и кланяемся этому, и продолжаем жить вот в рамках этих людоедских законов. Этого допускать нельзя. Ещё звонок у нас, пожалуйста. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Здравствуйте. Вы знаете, а я считаю, что это дезертирство. Нужно наоборот, на каждом рабочем месте, на каждом своём месте, сделать то, что ты считаешь нужным. Невзирая не на что, вести свою линию. Это первое. Второе, я хотела бы сказать вот что. Знаете, в своё время Косыгина спросили, почему у вас в правительстве, почему у вас столько рядом пожилых, взрослых людей. Он сказал, что я не набираю футбольную команду. А вот сейчас у нас набирают футбольную команду. Смотрите, отовсюду убирают людей, ну скажем так, после пятидесяти уж точно. Кругом одни девочки и мальчики. И, соответственно, ими легче управлять. И последнее, на что я хотела бы обратить внимание. Я считаю, что вы абсолютно неправы, когда говорите, что в школе должен быть учитель всеми любимыми учениками. Вы что, не понимаете, что все ученики разные? Они пришли из разных семей. Им внушили разные ценности дома. И они с этими ценностями, с этими мерками идут к учителю. Мне главное кажется, учитель должен быть профессионалом. Строгим, честным, знающим свой предмет. А там ребята сами, как говорится, отсортируются. Кому какой нужен. Вот такие они и выйдут из школы. Спасибо. Про учителей вы сказали правильно. Но вы забыли слово педагог. Это разница. Дело в том, что вот на своем опыте я убедился. У меня всякие были ученики. Разные были. Были из разных семей. Даже разных национальностей. Я учил детей и в Ивенкии, учил в Якутии. Но мне совсем было нетрудно этих детей объединить в единую семью. Создать из них мощный, добрый, хороший коллектив. Где слабости и сильные стороны уважались. И ко мне отношение было абсолютным. Ну, хорошим отношением. Это совсем не сложно. Дети, наверное, чувствуют, когда к ним как... Когда ты их любишь. Любишь. А если ты их любишь, ты их стараешься научить. Конечно. И стараешься воспитать. И ребенок, он тут же откликается, душа ребенка идет навстречу. Он пытается тебя понять. Он пытается тебя как-то вот... Я не знаю. У меня вот разные были. Мне даже говорили так. Класс мне давали. Класс. Говорят, там одни дураки. Дебилы. Вот что хочешь, то с ними и делай. А я приходил, говорю, ребят, ну... Давайте работать. Говорят, что вы не совсем. А вот мне кажется, что такие милые физиономии, как у вас, они что-то... И вот начиналась работа у нас. Буквально через полмесяца класс начинал учиться, класс за мной ходить. Все решалось. И когда сдавали эти люди экзамены, бегали, нервничали преподаватели... Так, а вот тут я вас... Сейчас я вас ловлю на слове. Почему вы ушли из школы, почему вы ушли из... А потому что меня съели. Меня просто начали есть. Вот этот, даже вот пример этого класса. Вот сдают у меня химию ребята, да, сдают на четверки-пятерки. Прибегает одна преподаватель, строгая такая, вот как сейчас говорят, строгая, знающая, вторая прибегает. У меня дебилы, они не учатся, они ничего не понимают. Почему вы ставите пятерки? И дошло до того, что пригласили преподавателей с другой школы, он пришел на наш экзамен и стал спрашивать, махнул рукой, говорит, а эти ребята знают лучше, чем мои. И ушел. И все равно меня ведь съели. Все равно я посмотрел... То есть это всегда? Да. Всегда? Дети за мной ходят, а преподаватели меня готовы сожрать, потому что я им мешаю. Потому что дети меня любят, а не их. А в чем моя вина, что я их сам люблю? В чем моя вина-то? Я просто вижу у детей, что дети-то нормальные. Просто к ним надо по-другому относиться. Да, правильно, к каждому по-своему. Но где, вот как сделать так, чтобы среди учителей, среди преподавателей были только... Так не бывает, что будут все такие замечательные. Ну, не бывает так. Как не бывает, чтобы все конструкторы талантливые, что все химики – это супер. Ну, жизнь такая вот. Кто-то такой прорывной, с таким прорывным характером, с идеями, а кто-то исполнители, кто-то подзуживает, кто-то не любит. Ну, это вот жизнь, вот такая она. И что побеждает? Я хочу что сказать, что дети действительно все разные. И дети есть обозленные. Есть дети с детства, они замкнутые. Но каждому ребенку есть какой-то ключ. И относиться ко всем формально нельзя. К каждому ребенку ты находишь свой подход какой-то. И помогаешь ему подняться. Ты просто тянешь этого ребенка на какой-то уровень и даешь ему надежду, что он меняется, что он с ним все в порядке, что он хороший, нормальный, что от него можно... Понятно. Если все время говорить, что ты свинья, он будет свиньей. Он будет, да. Да такого вообще не допускать нельзя. Просто даже если что-то с ним как-то говоришь, ему где-то там... Это касается не только детей, но и взрослых. Конечно. И не только каждого отдельного человека, но и страны. Если говорить, мы все свиньи, мы такие сети, это... Один выход, это вон веревка, табуретка и кусок мыла. И все. И всем проблемам конец. То есть, конечно, нельзя этого допускать. Еще звонок у нас, пожалуйста, говорите. Доброе утро. Доброе утро. Это Краснодар Людмила Николаевна. Здравствуйте. Георгий Алексеевич, вы сегодня сказали много мудрого, умного, но вы говорили о следствии, а не сказали о причине. Вот вы сказали такую мысль, что преподавателей, которые берут взятки, надо гнать в шею. Я не за это. У меня два высших образования, я не за взятки. Но и в голове не было в наше время, чтобы преподавателю дать деньги за экзамен или зачет. А почему? Да потому что преподаватель высшей школы в советское время получал так, как зарабатывал секретарь крайкома партии. У него была идентичная зарплата. А сейчас доцент-кандидат наук получает 14 тысяч в месяц. А депутат Государственной Думы около 500 тысяч в месяц. Почему такая чудовищная разница? Я открываю газету «Вабанк» Краснодарскую и смотрю объявление. Врач скорой помощи требуется. Зарплата 11 тысяч. Это врач, который выезжает на вызов в любое время суток, в любую погоду. И который отвечает за здоровье человека. Говорите лучше о следствии, вернее, о причине. А уже о следствии говорить уже, вы знаете, не стоит. Главное – это причина. Почему такая чудовищная разница в зарплатах между специалистами? Вы знаете, тут вопрос-то ведь не ко мне. Ведь эти зарплаты были, так сказать, организованы там, на Западе, чтобы купить наше правительство. Чтобы наши думские боссы и все остальные там, кто выше, они работали, так сказать, не покладая рук на своих хозяев. Ну, что такое? Это указ президента. Какой Запад? Да, что президент? Президент сам, он в этом… А указ президента приобретает силу закона. А президент кто? Президент у нас что? Он самостоятельная личность? Разве он… У него и тоже какие-то определенные рамки, и тоже ему говорят, привет, парень, вот ты делай, если ты не будешь делать, то будут такие, 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 такие санкции. Ведь мы же в таком положении находимся. Вот в чем дело-то. Ну, хорошо, вернее, нехорошо, что делать, как выйти из этой ситуации. Вы понимаете, мы действительно… Стране нужен суверенитет. Когда мы вот в конце концов добьемся, когда страна… Мы – это кто? Россия. Когда страна в конце концов выйдет, так сказать, на свободу, то есть полностью мы освободимся от этих пут, то у нас тогда мы создадим все так, как надо, уже без диктата и за кордоном. Хорошо, вы верите в это? Конечно, я верю, все будет по-другому. В общем, мы начали за упокой, кончили за здравие все-таки, да? Ну да, конечно. Спасибо, Георгий Алексеевич, наше время закончилось. Я вас благодарю и надеюсь, что после того, как вы совершите свою экспедицию, Северный морской путь, вместе со своими учениками, кстати, вот тогда вы к нам придете и расскажете, как все было и чего вы добились. Спасибо большое, до свидания. Спасибо за мудрые и хорошие вопросы. Передачу вела я Татьяна Федяева. Всем всего доброго, до свидания. Народный интерес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова